В Твери продолжается битва за детскую площадку. В эфире нашего телеканала неоднократно мы рассказывали историю исчезновения с улицы Громова, 42 детских качелей. У этой истории есть продолжение аттракционы на привычное место, а двор пока так и не вернулись. Зато на них появились еще и другие претенденты, жители одной из многоэтажек улицы Чудова. О том, как ярко разгорается конкуренция за муниципальное имущество, в сюжете далее. Чтобы вернуть обратно в свой дар детскую площадку, родители уже не первый месяц оббивают чиновничьи пороги. Мамы и папы сетуют, власти только обещают, а дело с мертвой точки так и не сдвигается. Уже несколько недель представители администрации района, принявшие решение демонтировать, а затем после скандала и вмешательства СМИ вернуть на место карусели, думают, как это сделать, рассказывает жительница дома 46 по улице Громова Татьяна. Казачок Татьяна Владимировна предложила о том, что если ваш дом 46-й согласится поставить ее за свой счет, 50-60 тысяч. Они сказали, если вы будете согласны за свой счет, мы ее установим. Все люди, кто слышали, сказали, за свой счет устанавливать никто не будем. Игровой городок администрация убрала за свой счет. Но почему, задается вопросом граждане, чиновники не спешат. Также оперативно возвращать на место карусели за государственные деньги. Бои за двор развернулись в конце лета. По одну сторону баррикад родители и дети, по другой пенсионеры. Именно по инициативе одного из последних была проделана такая энергоемкая работа. Вы ответьте, в чем виноваты дети. Вы сейчас боретесь не со мной, вы сейчас не боретесь ни с вашими жильцами, вы боретесь с детьми. На что он мне всего-навсего ответил. Вы воспитываете своих щенков. Мама и папа рассказывают, что радеющие за тишину старшее поколение, те еще активисты, с завидной быстротой собрали инициативные группы и подписи за якобы благоустройство. Потом отдали их в управляющую компанию с требованием убрать с придомовой территории муниципальное имущество, коим являются качели. Власти мнение активистов учли. Во двор наведались рабочие и на глазах у детей выкопали карусели. Сейчас жильцы просят предоставить им документ о решении для ознакомления. Документ от 23.07.2020 года, который чудесным образом исчез, не могут предоставить нам. Наш телеканал уже рассказывал об этой истории неоднократно. Однако чиновники по таким вопросам жалуются граждане, работают не спеша. А пока они думают и решают, как качели вновь вкопать на привычное место, сами конструкции валяются на второй земле, арматурой вверх, во дворе дома 19 по улице Чудова. Посмотрите, стол выдрали. То есть должна быть основа железная, крепящаяся, они просто выдернули. Пока родители продолжают биться за детскую площадку, собирают бесконечные документы, сама конструкция вот в таком вот состоянии находится на улице Чудова. После бесконечных дождей она начала подгнивать и приходить в негодность. Жильцы многоэтажек на Чудово, в свою очередь, были бы не против в своем доме даже таких подгнивающих конструкций. Даже пенсионеры и те не возражают. Говорят, тишина только на кладбище бывает. Дети играют, шумно. Они здесь, вон у нас одна лестница, больше нет. Как рассказывают родители, прошлый визит сюда едва не закончился дракой с теми, кто живет на Чудово и надеется на то, что эти самые качели останутся там. Жители многоэтажек даже начали сбор средств. Но пока между мирными гражданами разгорается конкуренция за детские качели, само муниципальное имущество гниет, ржавеет и создает опасность для окружающих. Недавно деревянная машина и придавила пожилую женщину, когда та, с ее слов, пыталась помочь выбраться зацепившемуся за арматуру ребенку. Она у меня едет, 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 и я падаю. И она мне, бог мне, по носу, синяки, кровь струей. Пока чиновники думают и обещают, родители продолжают борьбу. Настроены жители улицы Громова идти до конца. Наш телеканал отправил запрос в администрацию города с просьбой пояснить, за чей счет аттракционы будут возвращены на привычное место. Когда, а главное, надлежащим ли образом, по мнению собственника, он хранит свое имущество. И если вдруг оно не дотянет до принятия решений и развалится, будет ли оно заменено на новое.